Любимчик публики отъедается за три дня под седлом конокрадов. В меню снова любимая морковь. Чтобы повидаться с ним, как и меренным сынком и каратом, вернувшимися домой после похищения, приезжают дети со всей России. Это сынок. Давай, смело, смело давай. Они же берут курицу. Какой миленький. В этой конюшне дети, в том числе и особенные, часто гостят и восстанавливаются после болезни. Когда узнали, что кони похищены, в соцсетях поднялась шумиха. Подростки их родители подключились к розыску животных. У меня есть один любимчик. Это конь по кличке Золотой. Мы с ним давно знакомы. Он умный, сообразительный, прекрасно воспитан. Мне родители сообщили ужасную новость, что гетон пропал. Прошу всех о помощи. Семь лошадей увели ночью практически из-под окон хозяев в поселке Перевалка. Порвали изгородь электропастуха. Камеры видеонаблюдения в один момент оказались неисправными. За последние пять лет я знаю случаев 15. Это я только знаю. Я знаю о том, что пропадают не только лошади. Пропадают и коровы. За три дня до похищения лошадей средь бела дня со двора украли у знакомых Светланы в селе Биноково. Уже не первый год конокрады орудуют в Мостовском, Лобинском, Отрадинском районах. Второй год своих коней колдуна и Кавказа разыскивает Ольга Чермашенцева. Мы ездили по КЧР по всем станицам, спрашивали, узнавали. И вот выяснилось потом в итоге через несколько недель, что они были в подскальном, стояли там два дня, ждали, когда найдут, не найдут их. Есть такая у них фишка, они передерживают какое-то время лошадей. Они это кто? КЧР. Вот, жители КЧР, да, конокрады. Угнанных лошадей похитители разделывают на мясо в ближайшем лесу. Вот от коней остались лишь кости или перегоняют в соседний регион, где уже и следы теряются, жалуются люди. По последнему случаю работает полиция. После шумихи в соцсетях троих из семи лошадей конокрады словно специально бросили в нескольких часах езды от фермы Светланы Гетмановой. Женщина самостоятельно продолжает искать остальных питомцев. Когда они вернутся, надеются, наконец, открыть центр ипотерапии.